Девушки отдыхают 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 Тарайн это больше всего сказка, чем какая-то серьезная игра А именно логическая сказка Здесь приходится очень много думать Именно в этой игре мы можем просто-напросто снять напряжение Играем мы за разбойницу, мага и стражника Каждая из них имеет свои способности Самое главное, между персонажами можно переключаться просто мгновенно Несложная игра с сочетанием спокойной музыки просто делает игру Шедевром, которую люди давно не видели Повествование и попутные рассказы, которые переданы так, как ни в какой другой игре Создают впечатление того, что мы читаем просто-напросто какую-то книгу И не замечаем, как мы ее уже прочли Это единственная игра, которая действительно добрая и без какого-либо насилия Того не стоит уже говорить о совершенно разных и неповторяющих локациях Которые действительно хорошо прорисованы и продуманы Игры разворачиваются в далеком-далеком будущем, где люди научились управлять воспоминаниями Ну а все действия происходят в Нео Париже Кстати говоря, видеоряд может быть не очень, потому что Кавхам стал блочить свои виды Люди подмешивают друг к другу разные воспоминания И тем самым давая ложь и правительство охотится на таких людей Задействуя всяких баунти-хантеров Самая сильная сторона игры это в том, что здесь мир действительно проработан Мы можем встретить людей, которые занимаются своими делами Один раз, к примеру, мы заметили, как кто-то сидит на лавке А теперь он уйдет совершенно в другую сторону, потому что скриптов очень много Это оживляет игру, но игра имеет большие проблемы в плане сюжета и всяких непонятных недоработанных дыр Игра на один раз, но это не значит, что она плохая и пропускать ее не стоит Я никогда не получал удовольствие от игры в 90-е в Mortal Kombat, как многие это воспевают Но само собой я играл Вот Назерал сделала перезапуск серии игры, несомненно, это у них удалось В сюжете сделали небольшие изменения и отсылку к рейду Я о послании из будущего в прошлое Они используют старую проверенную форму Тех серий игр взяли самые лучшие и соединили в одной За исключением сюжета и некоторых изменений, как я и говорил Управление не изменилось, а вот паркирование онлайн-режим вызвало массу неудобств Рассказывается много нюансов Откуда появился второй садзира, откуда у копал появился респира, все подобные и прочие нюансы Это, наверное, единственная игра, которую я действительно ждал в 2013 году, потому что она была объявлена на начало 2013 Tomb Raider у меня всегда ассоциировался с каким-то прекрасным приключением Путешествовать из одной точки в другую, раскрывать гробницы В этом и была вся соль Tomb Raider Мне бы очень хотелось бы поиграть в продолжение и узнать, чем развивались события после серии Underworld Ну и не был против перезапуска, потому что я не играл в первой части Как вы знаете, тогда было проблемно запустить на ПК-версии, а эмуляторов тогда еще не было И PlayStation у меня не было, у меня была только Dreamcast Стартует игра просто прекрасно и к этому нет никаких придировок Очень много гульминационных моментов, развязок, закаляющих моментов Игра держит напряжение где-то 2 часа А дальше, по большому счету, ничего не происходит Просто перестрелка с тупорылами АИ Нам воспаляли, что мы будем всегда бороться за свою жизнь Искать пищу, костер, чтобы согреть Но на деле это не так И это действительно огорчает, когда игра стартует сильно А под конец показать-то и ничь Метро 2033 лучшей надеждой продолжать нам рассказывать о том, что случилось с консультантом, пока Артем скинул атомную бомбу на логово черта В первой части игры было очень много погрешностей, но, к счастью, здесь все исправилось, исключительно одно Как мне показалось, оружия стали более дубовыми Внимание стоит оборотить на стелс, потому что здесь он поднимает игру на планку выше А атмосфера метро стала еще более живой Искусственный дефлекс наконец-то научился принять правильные тактические решения Больше всего мне понравилась система взаимодействия с вражескими персонажами То есть для того, чтобы заработать хорошую концовку, нужно их не убивать, а просто оглушать И больше всего мне непонятно сюжетный поворот в том, что все-таки скидываем бомбу на черную Почему именно эта концовка? Оно понятно, с одной стороны, нужно как определенное продолжение Она же ложная, потому что истинную концовку нужно было зарабатывать на поступку Так или иначе, мы имеем то, что имеем Если вы любите игры, подобные сталкеру, то не пропускайте Эта игра определенно помогает Пайтмен это игра из игр сюрпризов Как все говорили на бета Архам Асалин, то что эта игра будет просто ужасно, неинтересно, а на деле оказалось все наоборот Таким же приятным был и Архам Сити То, что мы любили в Архам Асалин, просто приумножилось и доработалось до ума Архам Ориджис просто обыкновенное разочарование для меня Абсолютно никаких изменений от Архам Сити Игра стала просто однообразной и скучной А система боя уже не айс Ну конечно здесь есть новые фишки Связанные с детективным режимом в стиле а-ля Remember Me Кто играл, тот поймет Если вы не играли ни в одну часть, то сначала проведите Архам Ориджис, Архам Асалин и Архам Сити То есть в хронологическом порядке Взаимодействие с миром просто нулевое Единственный момент, который мне понравился, это драка с боссом Deadshot или Deadstroke, не помню как его зовут Это единственный из самых ярких моментов в игре В этой игре замечаешь просто такие детали, на которых ты в Архам Сити закрывал глаза, но уже не можешь закрывать их в Архам Ориджис Так или иначе, играть не могу Blacklist это именно та игра, которая действительно меня тронула в этом году Наверное тем, что игру можно пройти несколькими способами Штурм, Стелс и Пантера Играя с Плинтерселлом, мне создалось ощущение, что я играю в Хитрый Абсолюшек Плюс Ассасин Крит, к примеру, так первый Быстрое устранение врагов, возможность скоропаться на любую поверхность Наверное, благодаря этому я и представил Сюжет этот здесь стандартный, поэтому насчет него говорить ничего и не стоит Особое внимание нужно обратить на кооперативные миссии Именно в них постановка локаций и дизайн уровней, как мне показалось, намного выше им оригинальной кампании А так, все по стандартному, прокачиваем оружие, только теперь можем прокачивать костюм, самолет и все Графику бы другую, тогда бы совершенно другой разговор был Не стоит забывать также про отличные, а именно отличные, это без сарказма Ну и вот, собственно, все, что я могу сказать об этой песне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok